здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим об обучаемости детей с диагнозами аутизм раз и умственная отсталость часто обращаются мамочки которые спрашивают вот как быть надо его обучать или нет он ведет себя как животное какое-то и совершенно не видно чтобы он обучался я хочу немножко рассказать про наш опыт что мы видим и собственно вы сами решите стоит его обучать или нет существует собственно много литературы на тему обучаемости детей с аутизмом раз и умственной отсталостью также существует очень много методик различных часть из них сейчас очень на слуху и люди ездят и возят своих детей в разные страны даже для того чтобы их как-то к ним нашли подход и развили и обучили и возвращаются с очень разными результатами вот вопрос от чего этот результат зависит например если мы вспомним что аутизм имеет в общем-то степени то понятно что дети с легким с легкой степенью аутизма они естественно обучаем и несмотря на трудности с которыми они обучаются их вполне возможно как-то воспитывать их можно обучать всяким полезным навыкам многие из них даже могут учиться в школе пусть даже с помощью некоторые даже показывают очень высокий интеллект и какие-то особые таланты в каких-то областях давайте поговорим сейчас о детях о которых нельзя сразу сказать воспринимает ли этот конкретный ребенок вообще что-то из того что ему пытаются как бы преподать чему его пытаются обучить к сожалению аутизм очень такая вещь что очень сложно сказать заранее на сто процентов что вот этот ребенок однозначно обучаем а вот этот ребенок однозначно нет то есть его степень обучаемости ребенка впрямую связано с тяжестью его состояния то есть очевидно что если ребенок себя плохо чувствует то он все обучаться не будет если у ребенка нарушена например коммуникация то есть он неправильно видит неправильно слышит то тоже его обучить очень сложно если у ребенка еще какие-то другие повреждения то тоже это все не помогает а только мешает например у нас в нашей практике был ребенок ну ребенку уже полагалось по возрасту разговаривать и даже хорошо разговаривать а он не разговаривал родители заволновались отвели его к логопеду логопед с ним занимался где-то по-моему полгода после чего честно сказал что ребята я ничего не могу сделать у этого ребенка я не вижу ни малейшего прогресса и тогда они обратились к нам и мы очень быстро нашли причину причина оказалась в родовой травме причем органическое повреждение было очень небольшое это было быстро исправлено и ребенок заговорил в течение трех недель самостоятельно без всякого логопеда то есть это вот хороший пример где видно что ребенку который очень маленькая проблема то есть очень маленькая то есть он полностью был нормальный умный ребенок и только вот в одной маленькой области он имел проблему и уже даже при наличии вот этой крохотной проблемке уже вот было целая область который он просто был не в состоянии освоить что интересно после того как ребенок заговорил то оказалось что с одной стороны он заговорил предложениями, а с другой стороны у него был очень маленький словарный запас. То есть получилось так, что все те месяцы занятий с опытным логопедом, они в общем-то прошли впустую. То есть логопед что-то говорил, а ребенок был не способен это воспринять. То есть уже после того, как он заговорил, он нуждался в дополнительных занятиях по развитию речи. Собственно, уже в новой ситуации, когда он уже был способен это усваивать. Ну, собственно, сегодня с этим ребенком все хорошо, он скоро в школу пойдет. Я привела пример такой, где у ребенка изначально мало проблем, и все они только в одной области. Гораздо более сложно сделать прогноз обучаемости детей, которые находятся в более тяжелом состоянии. Поэтому я, наверное, сделаю некоторую классификацию проблем и их причин. И расскажу примерно о связи между причиной и способностью к обучению. При аутизме и расе умственной отсталости в детском возрасте многие симптомы совпадают. Собственно, практически все, можно сказать, совпадают. И поэтому невозможно четко разграничить детей с неповрежденным интеллектом и детей с настоящей умственной отсталостью. К сожалению, это часто невозможно сделать и в более взрослом возрасте. И многие дети с неповрежденным интеллектом с годами получают диагноз умственной отсталости только потому, что к ним не нашли правильного педагогического подхода. Поскольку наша цель это устранение причин заболевания и возвращение ребенку возможности нормально обучаться, то мы видим, на какой уровень развития выходят дети в процессе выздоровления. И вот на основании нашего опыта мы можем выделить несколько категорий органических повреждений, которые серьезно препятствуют обучаемости детей. Ну, во-первых, это повышенное внутричерепное давление. При отсутствии других осложнений такие дети в принципе хорошо обучаемы, но только при условии, что они себя хорошо чувствуют. Потому что, когда у ребенка постоянно болит голова, когда его постоянно колотят и есть даже какие-то эпиприступы, то, в общем, обучаться ему очень сложно. Поэтому, как только удается вернуть внутричерепное давление в норму, такие дети обычно начинают развиваться просто со скоростью ракеты и очень быстро выходят в норму. Второй вариант – это органические повреждения лобных долей головного мозга. То есть это когда у ребенка повреждение вот в этой вот области. К сожалению, тут уже нельзя сказать так однозначно, обучаем он или нет, потому что все зависит от степени этого повреждения. Например, при неглубоких воспалительных процессах интеллект ребенка не поврежден и проблема больше со способностью восприятия. Для таких детей очень важен правильный педагогический подход. И если найти способ коммуникации, который ребенка, так сказать, устроит, при котором он сможет воспринимать, так сказать, то, что ему хотят передать, то такие дети очень часто оказываются весьма даже обучаемы. И после лечения такие дети тоже в большинстве выходят в норму. Третий вариант – это наличие повреждения в височных долях и в теменных долях головного мозга. Это более тяжелый случай, и в этих случаях уже интеллект ребенка, как правило, повреждается на органическом уровне в той или иной степени. И способность к обучению у таких детей уже гораздо более ограничена. Для выхода ребенка в норму требуется больше усилий, но это возможно. И опять же, и среди таких детей тоже есть такие, к которым можно найти педагогический подход и как-то ребенка развивать. И четвертый вариант – собственно, это очень тяжелые повреждения, обширные, глубокие повреждения в различных областях головного мозга. Такое, как правило, всегда ведет к нарушению обучаемости или даже к минимальной способности к обучению. Такие дети всегда имеют индивидуальный прогноз в зависимости от степени органического повреждения мозга. И, в общем, короче, нельзя сказать однозначно. Вопрос естественный. Как родителям узнать, вот их конкретно ребенок, он обучаем или нет? Я сейчас перечислю только некоторые симптомы, именно некоторые, потому что если описывать все, что вообще может быть, и какая связь между всем, то это уже тянет на большую книгу. Это не в этом формате. Короче, есть симптомы, если они присутствуют, то, скорее всего, ребенку очень трудно обучаться. Так вот, какие это симптомы? Первое. У ребенка маленькая голова. Если вы внимательно проанализируете пропорции тела и головы ребенка, то видно, что голова меньше, чем она должна быть. Такой анализ лучше делать, когда ребенок очень коротко острижен. Потому что волосы сильно маскируют истинный размер головы. Тут можно даже сравнивать, например, с пропорциями других детей в семье. Смотреть по тому, какая голова у родителей, у родственников. И в зависимости от этого, как бы можно решить, маленькая у ребенка голова или нет. У таких детей интеллект, как правило, снижен, потому что это уже дает подозрение на микроцефалию и на сильное недоразвитие головного мозга. И, собственно, их обучаемость зависит именно от того, насколько головной мозг сумел развиться. Второе. Ребенок проявляет гиперактивность, плохо фиксирует свое внимание на чем бы то ни было. Обучаемость таких детей сильно зависит от состояния их интеллекта. Дети с неповрежденным интеллектом, как правило, могут усваивать большую часть материала, который им предлагается. И это в какой-то момент проявляется изменениями в поведении, обретениями новых навыков и прочее. Если интеллект у такого ребенка снижен, то ребенок может быть очень слабо обучаемым. Третье. Ребенок проявляет гиперактивность и агрессию. Это признаки, которые уже могут указывать на тяжелую умственную отсталость. Как правило, такие дети слабо обучаемы. И четвертое, что я здесь сейчас упомяну, это не говорит, что это последнее, и что нет других еще признаков. Ребенок проявляет самоагрессию. Это симптом, который, как правило, свидетельствует о тяжелом органическом поражении головного мозга. И такие дети, как правило, очень слабо обучаемы. При устранении органической причины заболевания степень обучаемости детей резко возрастает. И это дает возможность для их дальнейшего развития. Иногда родители задаются вопросом, а надо ли вообще развивать таких детей? Вот он такой вот родился. И что вот, может быть, его нужно оставить таким, какой он есть? Давайте подумаем, а что за этим вопросом может стоять? Естественно, мы учитываем только варианты, когда родители действительно хотят своему ребенку добра, а не когда им на него наплевать. Собственно, у родителей, которые искренне заботятся о своем ребенке, можно выделить две причины, две основных причины для возникновения этого вопроса. Первая причина – родитель, ну, обычно это мама в отчаянии, она просто не видит уже никакой отдачи от ребенка на все свои усилия, она просто устала и уже готова опустить руки. И второй вариант – это родители, в этом случае обычно это оба родителя, ничего в ребенка вкладывать не хотят по идеологическим причинам. Они уверены, что у ребенка свой внутренний путь развития и не следует вмешиваться, чтобы не нарушить и не испортить его внутренний потенциал. Такое бывает, если ребенок проявляет какие-то уникальные черты и способности на фоне прочего аутизма или других каких-то симптомов. Так вот, отчаявшимся мамам я скажу вот что. Да, это страшно, когда вы вкладываете в ребенка, а отдачи нет. И вот вы вокруг него прыгаете, вы его и так учите, и сяк учите, а он все равно орет, ходит в памперс и ничего абсолютно как бы не возвращает. То есть непонятно, то ли он вообще вас любит, то ли он вас не любит, то ли… Короче, непонятно. Это очень тяжелая ситуация. И тем не менее, мы знаем, собственно, в нашем опыте мы видели, что иногда и даже довольно часто в какой-то момент у таких детей тоже начинает проявляться отдача. То есть они показывают, что да, они воспринимают и они любят, и они готовы, готовы участвовать и готовы сопереживать и так далее. Просто им трудно, им больно. И вот когда происходит, например, заживление поврежденного мозга, а это происходит иногда с нашей помощью, и тогда ребенок вдруг внезапно превращается из звереныша в человека. А иногда даже этот человек оказывается очень добрым, заботливым и даже талантливым. В нашей практике мы такие превращения видели и надеемся еще увидеть. И поскольку я знаю, что мама своего ребенка не бросит, она будет его тянуть, пока у нее есть просто силы, то я скажу, надейтесь и делайте все для того, чтобы и с вашим ребенком тоже случилось чудо. Потому что все в руках Всевышнего. Ну а родителям, которые считают, что если ребенок проявляет какие-то особые способности на фоне всего остального, что его внутренняя жизнь гораздо более важна, чем нормальное развитие и нормальная коммуникация с другими людьми, я расскажу вот как. что дети, которые начинают выздоравливать вот с такими способностями, то мы видели, что их потенциал начинает проявляться гораздо более полно, гораздо более обширно. Более того, дети начинают проявлять еще другие способности, еще плюс к этому они начинают вписываться в общество. И это просто делает всю семью гораздо более счастливой. Ну и мы рады способствовать раскрытию этого потенциала, потому что это тоже все в руках Всевышнего. Теперь спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok